Оперативное совещание правительства Башкирии началось как обычно с поздравления сотрудников с днем рождения. После речи главы слово взял Андрей Назаров и поздравил самого Радия Хабирова и подарил ему букет цветов в честь 59-летия. Хабиров сам признался, что праздник пришелся на понедельник и ему приходится работать в такой день. Ну так у нас завелось, за именины выходной не дают. Но думаю после совещания в большом кругу друзей Хабирова нормально поздравили и устроили чаепитие. И очень хочется верить, что обошлось без алкоголя. Все-таки впереди еще вся рабочая неделя. Чем занимался глава Башкирии на прошедшей неделе? Почему лучше не подходить к нему с наболевшим вопросом о мечети? И зачем глава ищет новых друзей в нашем сегодняшнем обзоре оперативки? Меня зовут Тагис Гельманов к делу. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас поставить лайк под этим видео и написать свое мнение по интересующему вас вопросу в комментариях. Ну или же оставьте поздравления Радио Фаритовичу. Говорят, он вечерами зачитывается пруфами. Начать хочется с поздравления, но не Хабирова, а мэра Уфы Ратмира Мавлеева. Наконец-то он справился со снегом, сугробами и заваленными улицами. И это неудивительно. На улице уже март. Молодец, молодой мэр Мавлеев. Так держать. Все делает своевременно. Конечно, появились и другие проблемы после того, как растаял снег, раздолбанный асфальт и дороги в колдобинах. Но и тут есть положительная сторона. Как же приятно идти по Уфе, погружаясь в ностальгию, будто гуляешь по родной деревне, перепрыгивая через лужи. Это, надо же, родная деревня, похожа на город-миллионник, столицу республики. Аж гордость берет за деревню. В свою очередь, министр ЖКХ РБ Голованова в своем отчете рассказала про проекты, которые победили во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего с 2019 года реализовано 16 таких проектов, еще 11 в работе. В городах Башкирии в 2023 году будет отремонтировано 752 подъезда, на что потратят 744 миллиона рублей. Также будут отремонтированы крыши тех домов, где жильцы не смогли собрать нужное количество денег. Это 18 домов по всей Башкирии. В общем, все для простых людей и для их благополучия. За это от меня лайк. Но забавно, что Голованова несколько раз повторила, что все это делается благодаря Радио Фаридовичу. А благодаря кому это должно делаться? Это все-таки наш глава. Прочаковская сообщила, что жалоб на снег стало значительно меньше. Но больше стали жаловаться на дороги и общественный транспорт. Про снег я уже сказал, а про остальное скажет сам Радио Фаридович. Алан Викторович, когда вы бетонно-асфальтовые заводы запускаете? Добрый день, Радио Фаридович. Асфальтные заводы запустим 1 апреля, предположительно. А вот нельзя было, я с вами вчера переписывался, нельзя было запустить один небольшой завод, что у нас нету небольшого завода, который бы обслуживал, например, центральную часть республики? Ну, мы все равно сейчас работаем холодным асфальтом. Проблем с этим нет. Просто надо увеличивать бригаду. Проблемы есть с этим. И проблемы очень большие. Вот, посмотрите, отцу что пишет. Вылечилось количество жалоб, очевидно. Ну, в весной всегда это происходит. К зиме обычно, как лету, на снег жалобы почему-то уходят, так, а вот их ямы появляются. А сейчас все равно горячим асфальтом пока плюс 10 нету. Смысл с ним нету работать, он будет вылетать. Ну, будьте готовы, ладно? Летом почему-то жалобы на снег уходят. Комментировать это как-то сложно, поэтому выводы делайте сами. Наконец, Хабиров высказался по поводу свалившегося купола минорета мечети Ар-Рахим. Прошла неделя с происшествия, и глава никак не комментировал случившееся. Но сегодняшний ответ порадует немногих. Вместо того, чтобы обещать сделать все в кратчайшие сроки, Хабиров заявил, чтобы к нему с этим вопросом не подходили аж до середины 2025 года. Я уже четко и ясно обозначил периоды, когда мы приступим к большой работе там. Не подходить ко мне с этим вопросом в 2024 году, не подходить ко мне с этим вопросом в 2023 году, не подходить ко мне с этим вопросом в первую половину 2025 года. Денег нет. Мы должны ясно понимать, мы ясно понимаем, что у нас есть расходы на более, ну, не скажу, конечно, это важно, но на очень серьезные задачи, которые выполняют наши ребята в специальной военной операции. И это при том, что в 2024 году пройдут выборы главы Башкирии. Либо Хабиров уверен, что останется на второй срок, либо просто оставит проблему своему преемнику. Напомню, что строительство мечети началось в 2007 году, и похоже, что недостроенная мечеть увидит еще одного, уже четвертого главу республики. Хабиров посетовал на то, что сейчас нет денег на завершение стройки, и что сейчас главное поддержать ребят, которые находятся на СВО. Конечно, поддержка наших бойцов – это правильно. Но не чувствует ли сам Ради Фаритович невловкость по поводу того, что это главная мечеть всей республики, а не просто какое-то левое здание, которое строится уже 16 лет? И когда шло обсуждение, глава высказал странную мысль. Вокруг этого начались определенные предрассудки, глупые, я хотел сказать. Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны ясно понимать, что суеверие, что это дурной знак и так далее, суеверие – это даже грех в исламе. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а надо просто посмотреть. В любой проблеме есть всегда конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие, как разгильдяйство или глупость, и халатность по отношению к строительству подобного объекта. Тут уж добавить нечего. Что будет с куполом? Упавший купол не подлежит восстановлению и будет изготовлен новый. Оставшиеся три минарета проверят и при необходимости укрепят. В конце Хабиров дал слово, что строительство обязательно будет завершено. Но, по всей видимости, не ранее 2025 года. Посмотрим. Не уходя далеко от вопроса постройки мечети, поговорим о спорте в Башкирии. На минувшей неделе Хабиров встретился с руководством и хоккеистами Салавата Юлаева, чтобы подвести итоги прошедшего сезона. Салават бесславно вылетел со стадии четвертьфинала Восточной конференции от Адмирала. Мы уже писали, что бюджет дальневосточного клуба в два раза меньше у Фимского. И то, что нынешний результат – это разочарование для всей республики. Но Хабиров нашел положительные стороны и в этом вопросе. Он похвалил клуб за второе место в конференции и отметил, что в плей-офф клуб мог показать больше. Всем понятно, что спорт в республике загибается. Это можно увидеть на примере хоккея и футбола. Футбольный клуб Уфа, который весь прошлый год умолял дать им денег, сейчас плетется на дне первой лиги. А Салават Юлаев, башкирский бренд, отлетает от бедного клуба, который впервые за пять лет вышел в плей-офф. Всем очевидно, что Хабирову массовый спорт не нужен. И некоторые зрители могут сказать, что так и нужно. Нечего вливать миллионы в клубы, которые не могут показать результат. Лучше вложить эти деньги во что-то полезное для жителей. Однако есть и другая сторона этого вопроса. В первую очередь эти клубы, так же как и недостроенная мечеть, лицо республики. Обратимся к нашему любимому примеру. Соседний Татарстан, где два хоккейных клуба играют между собой в четвертьфинале плей-офф. Где три футбольных клуба представляют регион в первой лиге. А один из них в этом году поднимется в премьер-лигу. Большие спортивные клубы это лицо республики. И именно по ним можно судить, насколько местные власти справляются со своими обязанностями. И какой уровень благосостояния у региона. Но судя по успехам наших клубов, благосостояние Башкирии далека от хорошего. Хабиров вместе с делегацией посетил Иран. По этому поводу Маргарита Болчева выкатила 10-минутный отчет и 5-минутный видеоролик. О проделанной работе в гостях в исламской стране. Когда мы на прошлой неделе потеряли главу, оказывается он в это время налаживал связи с соседним государством. 75 представителей и предпринимателей Башкирии за два дня провели более 250 встреч с представителями иранского бизнеса. И заключили контракты на 5 миллионов долларов. Также договорились о проведении Дней Ирана осенью 2023 года в Уфе. И о создании совместных мультфильмов. Кроме того, в ближайший год иранские делегации будут заглядывать к нам в республику почаще. Поездка была очень насыщенная. И просто очень интересно, я два слова скажу. Вот у меня мечтают, как они у меня спрашивают. Помимо понятной экономической части, Иран это наследница древнейшей цивилизации. Это очень красивая цивилизация. И это, понятно, не Тегеран, это Исфахан, Ширас, другие города. Поэтому, когда мы рейс, дай бог, откроем, надо дотащить эту историю, то, о чем мы договорились. Я прошу, наверное, аэропорт у нас здесь слышит, да, Александр Владимирович, я прошу настоятельно нас поддержать в вопросе открытия. Там какие-то преимущества дать и какие-то скидки. Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и поехал посмотрел. Безопасно. Не надо слушать, там довольно безопасная страна. Вот приехал туда, очень вкусная еда. Цена, конечно, раза в два-три, наверное, меньше наших цен. А между Уфо и Тегераном будут организованы рейсы для туристов. Сам Хабиров похвалился тем, что увидел в Иране. И как-то неловко слышать, как голова хвалит другую страну. По его словам, в Иране вкусная еда и все стоит дешевле в три раза. Но, может, и у нас пора с ценами разобраться, чтобы хвалить свой родной регион. И, если честно, есть ощущение, что налаживание связи с азиатскими странами – это задание сверху. Хабиров даже попросил узнать, как там обстоят дела с Казахстаном и Узбекистаном. В общем, идем на Азию. Но новые друзья – это практически всегда хорошо. Тем более, когда старые готовы играть только по своим правилам. Таким было сегодняшнее оперативное совещание правительства Башкирии. Написать или рассказать о своей проблеме вы можете на нашу электронную почту. А если хотите поддержать нас – отправляйте донаты. Реквизиты в описании к видео. Встретимся на следующей неделе. Если, конечно, Хабиров не придумает для себя занятие поинтереснее. Желаю всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok